Добрый день дорогие коллеги. Я приветствую вас на сайте Могу писать. У нас продолжение вебинарного курса, связанного с подготовкой к итоговому сочинению. Событие, как всегда, у нас трепетное. Мы все готовимся к нему. Пользуясь случаем, я хочу вам напомнить о новинках сайта. На книжной полке появилось отличное пособие Надежды Ароновны Шапира о подготовке к сочинению в 10 классе. Надежда Ароновна один из лучших методистов, который занимается редактированием текстов. Ее пособие уже мы рекламировали не раз, но вот это первое пособие, которое появилось у нас на сайте. Посмотрите обязательно на книжной полке его, возможно, вам оно понравится. А у нас не менее увлекательная тема. У нас Джек Лондон, Мартин Иден, роман, который очень нравится старшеклассникам и по многим опросам он больше нравится, чем отечественная классика. Ребята, десятиклассники, одиннадцатиклассники очень увлечены вот этим образом Мартина Идена. Я очень рада, что этот интерес совпадает с тем, что произведение это вполне укладывается в наши темы, направление темы итогового сочинения 2019 года. И мы поговорим о некоторых из этих темах, о некоторых из этих тем сегодня с вами. Итак, Джек Лондон, Мартин Иден. Этого писателя очень любили в России, очень. До революции, после революции. Он все время, ну как-то его осмысляли по-разному, конечно, но очень много отзывов о его творчестве писали. Вот небезызвестный Леонид Николаевич Андреев написал о нем так. Джек Лондон – органический враг бессилия и дряхлости, бесплодного стинания и нытья, чуждый тому дряненькому состраданию и жалости, под кислым ликом которых кроется отсутствие воли к жизни и борьбе. Это отличная характеристика человека, который явно отличался от декадентов Серебряного века и от него ввела какой-то жизнью. Вот эта жизнь, энергия жизни привлекала как раз писателей школы Горького, Бунина, Куприна, русских реалистов в его творчестве. Роман Мартин Иден, вот вы видите здесь, подлинник первого издания этого произведения, появился в 1909 году. Мартину Идену, вернее, Джеку Лондону, автору Мартина Идена, в это время было уже 33 года, и он написал произведение об очень интересном герое, прототипом которого во многом был он сам. Это история Мартина Идена, борца, прошедшего суровый путь, берущего одну за другой крепостью жизни и в конце концов восторжествовавшего. Так писал современник Джека Лондона, Петр Коган, исследователь его творчества. Мартин Иден – одинокий герой-индивидуалист, борющийся за то, чтобы отстоять свое место в жизни, достигнуть верхней ступени, продвигаясь по социальной лестнице. Он сумел показать, что те, кто выкинут за борт, рожден в бедности, вынужден много работать, основываясь на силе воли, на стремлении к цели, на скрытых талантах, могут достичь превосходства, над сильными мира сего и прийти к успеху. И он становится известным писателем, богатым, образованным. Говоря сегодняшним языком, он может быть отнесен к типу self-made man, человека, достигшего социального успеха собственными усилиями. Мартин Иден – воплощение идеи американского оптимизма. И в нем косвенно отражаются черты образов сильных героев и Киплинга, и нитшанского сверхчеловека. Косвенно отражаются, конечно. «Имея волю к успеху», «Верь в себя, в свои силы», «Трастай в селф», «Полагайся на себя», «Доверься самому себе». Вот девизы людей такого типа. И это не мечтатели. Это, скажем так, не пустые мечтатели. У этих людей мечта мгновенно становится целью, потому что они знают, какие шаги нужно сделать к ее воплощению, и не дают себе слабины не совершать последовательно этих шагов. Вот такой первоначальный набросок к этому образу. Хочу спросить ВКонтакте вас, тех, кто читал этот роман. Несомненно, тут, наверное, большинство таких собравшихся. Давайте вспомним героев русской классической литературы, которые делали целью жизни тоже социальное продвижение. Вот ограничимся пока такой характеристикой. Мартин Иден стремился к социальному успеху, к социальному продвижению. Кто из героев русской литературы, классика, давайте пусть это будет 19-й, начало 20-го века. Кто тоже ставил целью продвинуться в социальном смысле, занять более высокое положение в обществе, достичь успеха. Молчалин. Абсолютно верно. Очень хотел расстаться с своим положением слуги, да? И стать человеком, который войдет в семью Фамусова. Штольц, Чичиков, отлично. Отлично. Может быть, еще вспомните, есть чеховский герой. В Вишневом саде такой есть герой. Лопахин. Совершенно верно, Лопахин. И вот смотрите. Ну, может быть, еще Лужина надо было бы назвать. Вот, Лужин, преступление и наказание. В чем их отличие от Мартина Идена? Почему мы все-таки видим, в чем мы все-таки видим эти различающие стороны, различающие, различающие авторскую оценку этих героев? Выскажитесь, пожалуйста. Это очень интересное сопоставление, может быть. Я даже предполагаю, что, которое пригодится не только на подготовке, во время подготовки к итоговому сочинению, но и вообще для исследовательской работы. Высокая мечта есть у Мартина. Высокая мечта. Но этой высокой мечты мы не замечаем в Молчалине, в Чичикове, в Лужине, например. Это точно, да? Еще, может быть. Немножечко жду еще. Карьеризм. Карьеризм есть у Молчалина, да? У Штольца и у Лужина мы тоже замечаем. Вот это какой-то очень сильный прагматизм и отсутствие, может быть, такой эмоциональной сферы. Хваткость, да. А в Чичикове мы вообще обращаем внимание на что? На его мошенничество, так ведь? Лопахин, в отличие от Мартина Идена, человек, не очень-то стремящийся к культуре. И тем самым его образ тоже, ну, Чеховым ставится немножко под сомнение, да? Чехов позволяет себе иронизировать эту тему. Обратите внимание. Из всех названных персонажей только Чичиков становится главным персонажем. Молчалин, Лужин, Лопахин отходят на второй план. Герои русской литературы, интересные писателям и поставленные в центр произведений, они, как правило, не заняты построением социального продвижения, социальной карьеры какой-то. Они заняты более высокими поисками, да? Нравственными, духовными исканиями, идейными какими-то поисками, интеллектуальными поисками. Они ищут смыслов, но они, как правило, не ищут того, что касается просто реализации себя в обществе. Но герои американской литературы очень заражены как раз стремлением сделать себя в социальном плане, да? Человеком выбиться. Это американская идея. Человеку по силам переломить границы, сословий, границы социальных страт и вырваться из них. Но есть еще одно отличие. Оно заключается вот в чем. Что подпитывает волю Мартина Идена в стремлении к его мечте? Не слава, не сами по себе деньги, и не слава, и неизвестность, а именно любовь. Девушка из буржуазного круга, Руфь-Морс, тонкая, образованная, красивая, благородная, стала воплощением идеала культуры и нравственности для него настолько, что он захотел стать частью ее круга и сравняться с этим кругом. Он подпал под обаяние Руфи, и это обаяние распространилось на всю среду, которой она принадлежала. Но для того, чтобы сравняться, ему прежде всего нужно достичь хорошего уровня культуры и образованности, а затем состояться в качестве журналиста и писателя. В Мартине живет не просто прагматик, а живет ценитель красоты, своеобразный идеалист. И вот такого типа русская литература, пожалуй, что и не знала, если мы касаемся именно самых-самых таких школьных классических произведений. Вот посмотрите, как нарисована первая встреча Руфи и Мартина в первой сцене и его впечатление, как передано об этой девушке. Он обернулся и увидел девушку. Перед ним было бледное воздушное существо с большими одухотворенными голубыми глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета. Знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнивал ее с бледно-золотым цветком на тонком стебле. Нет, скорее она дух, божество, богиня. Такая возвышенная красота не может быть земной. В этом неотесанном, грубом, необразованном, вышедшем из бедных слоев человеке живет романтик, по сути дела. Ценитель не плоти, а вот именно красоты в таком вот художественном, высоком смысле. Ну и, конечно, он ценитель чистоты, соединенной с красотой. Роман этот во многом автобиографичен. Я вот сейчас в этом сжатом отрывочке опиралась на воспоминания Чармиан Лондон, жены Джека Лондона, и делала небольшие такие соотношения, в чем же автобиографичность романа проявляется. Прототипом главного героя Мартина Эйдена был сам писатель. Как и Мартин, Джек Лондон с детства познал тяготы бедности. Семья его разорилась, он рано повзрослел, начав работать. Мне было восемь лет, когда я надел первую рубашку, купленную в магазине. В десять лет я уже продавал на улицах газеты. Каждый цент я отдавал семье и, отправляясь в школу, каждый раз стыдился своей шапки, башмаков и платья. Я вставал в три часа утра, чтобы идти за газетами, а затем не домой, а в школу. После школы вечерние газеты. Я отдавал каждый цент и ходил одетый, как чучело. Но это из воспоминаний самого Джека Лондона, который его жена, которая его жена поместила просто в свою книгу. В возрасте 14 лет будущий писатель поступил на консервную фабрику рабочим. Работа была очень тяжелой, здесь царила самая неприкрытая и бессовестная эксплуатация детского труда. Мальчики и девочки часами проставили у опасных машин, не имея возможности отвести от них глаз, чтобы не быть изувеченными. И он ушел с фабрики, чтобы, по его выражению, окончательно не превратиться в рабочую скотину. С юности жизнь писателя, как и жизнь Мартина Идена, была связана с морем. 16-летний Джек Лондон был овцом устриц. Через год он устроился матросом на шхуну, отправившуюся к японским берегам и в Берингово море за котиковыми шкурами. Я выходил на вахту первым и уходил последним. Я делал больше, чем приходилось на мою долю. И в то же время из любви к независимости среди взрослых мужчин проявлял готовность любую минуту постоять за себя. Я производил впечатление дикой кошки, всегда готовой к бою. Однажды ему пришлось выдержать решительный бой с громадным рыжим шведом, не дававшим ему прохода. Бой окончился полной победой Джека. С рыжим они стали приятелями. Вся команда привязалась к Джеку и даже прощала ему любовь к книгам. Этот эпизод получил косвенное отражение в схватке Мартина Идена с его масляной рожей. С масляной рожей, его детским врагом. Здесь чуть-чуть у меня сбилась презентация, надо будет поправить. Мартин работал на фабрике, трудился гладильщиком в прачечной, так же, как и его прототип после возвращения из плавания. И Джек Лондон, и его герои сближаются с социалистическим движением. Но есть еще одно важное совпадение. Это врожденная тяга к книгам самобытный талант рассказчика. Кроме того, и у Мартина, и у его прототипа Джека Лондона были попытки писать самостоятельно. И они были вызваны прежде всего не мыслями о призвании, а прагматикой. Оба хотели войти виной в социальный круг, поправить денежные дела. Основой произведений того и другого стал богатейший жизненный опыт и впечатление от многочисленных попыток занять высокое положение. Сан-Франциско газета «Колл» назначила премию за писательный рассказ. И моя мать уговорила меня попытаться. Так вспоминает Джек Лондон. Я так и сделал. Взял темой тайфун у берегов Японии, а он в это время уже поплавал. И очень устал и сонный, зная, что на следующее утро нужно в половине пятого быть на ногах, я в полночь засел за рассказ и работал до тех пор, пока не написал двух тысяч слов. На следующую ночь такой же усталый я продолжал работу и написал еще две тысячи слов. Рассказ закончил, а третью ночь занимался вычеркиванием лишнего, чтобы не отступать от условий конкурса. Первое премия досталось мне. Путь к успеху не был таким быстрым, как ему мечталось после этого успешного конкурса. Он был долгим, причем и у самого писателя, и у героя. С раннего утра до поздней ночи не отрывался я от своей работы. Писал, перепечатал на машинке, изучал теорию словесности и знакомился с жизнью известных писателей, чтобы узнать, каким путем они добились успеха. Из 24 часов я тратил на сон не больше пяти, работал без отдыха, остальные 19 часов. Ну, собственно, то же самое мы прочитаем и о герое романа. Лондону приходилось выдерживать ожесточенную борьбу с редакциями журналов или отказывавшихся печатать его произведения, или публиковавших, но не плативших за них. И такая же судьба была у Мартина. Биографический источник имеет и любовная линия романа. Джек Лондон в течение длительного времени ухаживал за Мэйбл Эпплгард, девушкой из буржуазной семьи, сочувственно относившейся к нему. Однако родители Мэйбл враждебно смотрели на их отношения. Они считали, что Джек не пара их дочери. Знакомство Лондона и Мэйбл было прервано, и молодые люди перестали встречаться. Вот эта история становится прообразом любви Мартина Идена и Руфи Морс и последнее соотношение «Самоубийство Мартина и смерть Джека Лондона». Вот это соотношение есть, но оно не прямое, оно косвенное. Писатель подорвал свое здоровье и безжалостного отношения к себе во время скитаний. Он много плавал, он отправлялся на Аляску, он был золотодобытчиком, и он был ловцом устриц, и он изнурял свой организм работой писателя. Не соблюдал режим дня, одно время увлекался алкоголем. Кроме того, он принимал морфий, чтобы снять боли, вызванные болезнью почек, и предполагать, что допустил передозировку случайно и умер от отравления. Долгое время муссировалась версия, что он тоже закончил жизнь самоубийством, передозировка была не случайной, но все-таки вот эта версия, кажется, получила большую доказательность у литературоведов. Что же было общим? А общим являлось то, что они ушли примерно в одном возрасте, около 40 лет. Это был возраст зрелости, возраст, в котором многие мужчины испытывают кризисы свои, и они не стали исключением. Это кризисное состояние души перед смертью, вызванное многочисленными разочарованиями, вызванное утомленностью от жизни. И когда Джек Лондон писал этот роман, конечно, он не знал еще во сколько лет он уйдет из жизни. Но вот есть очень странные сближения, такие, которые оказываются важными. Мартин Иден кончает жизнь самоубийством, более ранним, конечно, в возрасте, чем умирает Джек Лондон, но тоже не совсем еще молодым человеком. Давайте теперь обратимся к одному из направлений тем. Я думаю, что в этом романе это направление будет наиболее значимым. Это направление «Мечта и реальность». Мы поставим вопрос, как столкнулись «Мечта и реальность» сознания и жизни Мартина Идена. И я сформулировала пять вариантов тем, которые вполне могут быть раскрыты на материале этого романа и которые можно давать ребятам. И ученики, которые здесь присутствуют, они могут вполне на эти темы писать свои сочинения. Прежде всего, давайте оговоримся, что для Мартина мечта – мечта – это не мечтательность, не склонность к пустым фантазиям. Он человек практического и прагматического склада и для него мечта есть цель. Мечта – это цель. Что такое цель? В чем отличие мечтательности от целеполагания? Когда человек обретает цель и он внутренне мотивирован этой целью, он знает, какие шаги он должен к этой цели совершать. И он старается не манипулировать этими шагами, не оправдывать себя, если он нарушает свое стремление к цели. И вот какие шаги к этой цели, мечте делал Мартин. Я дала такую выписку по тексту романа, сжатую, но она очень впечатляет. Мартин стал больше следить за чистотой тела, стал опрятнее, он обучается этикету. Кстати, кажется, что это что-то такое несерьезное. На самом деле это привычки, которые выработаны с детства, с глубокого детства, с малых лет. И вот такие привычки менять, искоренять, их как раз труднее всего. Поскольку он мечтал соединиться с Руфью, понравиться ей, то он стал следить за тем, как одеваются члены ее круга, представители ее круга. Ему очень нравилось, как одевается она, как прекрасна ее прическа, как прекрасны ее руки ухоженные, как она чиста и какие издают ароматы. Он обучается этикету, он должен учиться, как себя вести за столом, как нужно вести себя с женщиной. Он отошел от прежнего круга общения. Это тоже очень важный шаг. Сменить круг общения это значит сменить очень многие ценности и привычки. Он перестал употреблять алкоголь. Для большинства это привычка к употреблению алкоголя, она может быть неискоренима в течение всей жизни. Но мотивация была настолько сильна для него, что он это сделал. Развивает свою речь, работает с учебником грамматики, со словарем, исключает грубую лексику из своей речи. Но это очень впечатляет учеников, которым как раз эти занятия кажутся очень нудными и муторными. Но Мартин хотел быть писателем. И он хотел быть человеком, который вхож в круг образованных людей. Причем эта работа очень методичная. Не раз от разу. Он делает это каждый день. Он много читает, посещает библиотеку. Причем Руфь руководит программой его чтения. Учиться у девушки, которая еще и к тому же более образована, чем он, для мужчины может показаться оскорбительным, но он принимает ее в качестве учителя. Он обсуждает с ней прочитанное. он слушает ее советы, проявляя все большую и большую чуткость к пониманию текстов. И он становится завсегдатаем театром. Потрясает его физическое здоровье, здоровье его нервной системы, такие перегрузки он себе устраивал. Он спит всего пять часов в сутки, потому что он должен работать. И работает он. Работа для него это не только учеба, он работает, действительно зарабатывает себе на жизнь. И он занимается черным трудом. Он работает на фабрике, потом в прачечной. И вместе с занятиями рабочий его день составляет 19 часов. Он все время прикрепляет к зеркалу списки новых слов, постепенно заучивает их, читает преуспевающих авторов, старается запомнить их приемы, чтобы самому в дальнейшем достичь успеха. Его воля к победе, достижению собственной цели не может не вызывать уважение, по крайней мере уважение. Дальше он отправляется в плавание. Зачем? Чтобы заработать себе на жизнь. Чтобы заработать на жизнь так, чтобы какое-то время не работать и всего себя отдать учебе, обучению. И в дальнейшем еще меньше физически работать. Наконец он начинает писать в определенный момент, когда он понимает, что он пропитался уже и литературой, и культурой. Он пробует писать сам. Берет в прокат печатную машинку, чтобы рукописи удобнее было прочитывать редакторам. Он неустанно рассылает их по журналам и издательствам. Его трудоспособность, вера в себя и заметьте еще одно качество настойчивость в продвижении себя. То есть он не стесняется и не тушуется, он все время себя, сегодняшнее слово употреблю, презентует везде. Это колоссальные усилия. Ну несомненно в Мартине Идоне есть то, что называется энергия, пассионарность, вера в себя, физическое здоровье, все то, что формирует в нем такого лидера. Вот кусочек из романа, который демонстрирует, как проходит его жизнь в это время. После завтрака он вновь занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться со словарем или с учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает правила сочинения, учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельниках и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов. И каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно, он бы мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того, дайте срок, и он напишет много такого, чего и мне написать. Ему было приятно прочитать в книжном бюллетене статью о гонорарах, где, между прочим, было сказано, что Киплин получает доллар за слово, а для начинающих писателей, что особенно заинтересовало его, минимальная ставка в первоклассных журналах 2 цента. Спутник юношества был, несомненно, первоклассным журналом, и таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по 60 долларов заработок за два месяца плавания. Давайте обратим внимание, Мартин настолько же трудолюбив, насколько и прагматичен. Он подсчитывает свои доходы. Ну, иногда, ребята говорят, делит шкуру неубитого медведя еще, да, но это и есть, сказать, такой американский вариант личности, да, американский вариант. И, Руслан, вы меня поправляете, да? Я из текста брала, может быть, в каком-то другом это месте было. он тянется к красоте и к культуре, но одновременно он не забывает о прагматике жизни. В нем, как в живом человеке, сочетаются очень многие стороны личности. Обретение успеха было очень непростым. он к нему ушел долго и возникали ситуации таких вот такой усталости. Вот глава пятнадцатая. Он оглядел свою жалкую комнатенку и взгляд его с грустью остановился на ворохе длинных конвертов, валявшихся в углу. Все это были возвращенные рукописи. Возвращенные это значит отвергнутые. Ему уже не на что было купить марок для отправки их по новым адресам. И вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра и послезавтра пока все не вернется к своему владельцу. И он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки пишущей имеется ввиду и не мог заплатить потому что у него едва хватало денег для недельной платы за свое содержание. Имеется ввиду за жилье в котором он жил. Это жизнь человека которого можно назвать несомненно аскетом и трудоголиком. Человеком который все положил на достижение успеха. И вот такие минуты уныния Мартин вспоминает себя маленьким. Маленьким мальчиком шестилетним он получил закалку в том что называется борьба за жизнь и борьба за себя отстаивание себя в этом мире. Это такой ключевой момент который возникает в романе совершенно не случайно он носит значимый характер эта сцена с масляной рожей. Ему вспомнилась его первая драка когда он шестилетний мальчуган весь в слезах отбивался от другого мальчика на два года старше по прозвищу масляная рожа и который бил его кулаками что из силы он видел тесный круг мальчишек поднявших дикий вой когда он наконец упал глотая кровь которая текла из носа и смешивалась со слезами лившимися из его глаз. Эти схватки продолжались 11 лет пока в последней драке больше напоминавший убийство он израненный кастетом со сломанной правой рукой продолжал избивать масляную рожу левой до тех пор пока их не растащили испуганные товарищи. И внутреннее ощущение победителя было настолько для него сладким что эта боль он получил ужасное ранение здесь увечья не помешало ему испытать сладостное чувство победы я все-таки победил тебя масляная рожа вот с каким чувством заканчивает и с какими словами заканчивает он это двое вспоминая то как он учился бороться бороться в данном случае против врага против детского врага такого своего он воодушевляется на новом этапе жизни к борьбе за свое имя за свою судьбу за свое творчество и мы понимаем что вот такой концептуальным таким качеством этой личности была конечно борьба когда экранизировали в восемнадцатом году этот роман в восемнадцатом году через два года после смерти Мартина Идена Владимир Маяковский был по-моему сценаристом и актером этого фильма и вот когда искали название этой киноленте снятой по мотивам Мартина Идена действие было перенесено в Россию то назвали этот фильм не для денег родившийся не для денег родившийся ну казалось бы Мартин Иден все-таки думал о заработках и хотел он несомненно стать человеком обеспеченным но в этом названии подчеркивается конечно же и другая концепция его тяги к успеху это желание все время бороться бороться вот с детства в нем это проснулось он боец он воин он человек который все время стремился к лидерству чем бы он не занимался собственно и Джек Лондон был таким же человеком что ему еще мешало кроме препон редакторских издательских кроме бедности а мешало то что возлюбленная его Руфь в определенный момент перестала верить в него как в писателя здесь сразу возникают ассоциации такие контрастные с Маргаритой которая верила в мастера до конца до гробовой доски как говорится но Руфь была не такой вот некоторые выдержки которые свидетельствуют о том что она потеряла веру в него как в писателя эти стихи прекрасны сказала она когда когда Мартин прочитал ей то что писал неделями да конечно они прекрасны но ведь вы не можете получить за них деньги то есть вы понимаете что я хочу сказать она произнесла это почти умоляюще все что вы пишете не имеет практической ценности я не знаю в чем тут причина вероятно виноваты условия спроса но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями еще одна фраза фраза признания когда Мартин просит ее открыто высказаться она признается я не думаю что вы можете стать писателем когда он знакомит ее с рукописью романа она спрашивает удастся ли пристроить это в журнал первая мысль которая мелькнула в ее сознании она не верит в него как в писателя она предлагает ему занять должность конторщика у своего отца или стать репортером но Мартин вдруг начинает понимать что при всей ее образованности она была лишена всякой оригинальности мысли всякого творческого порыва и могла лишь повторять то что заучила с чужих слов с чужих слов поскольку она была она училась в университете поэтому он противостоит в том числе и ее не верю в себя очень важно чтобы кто-то верил в тебя особенно те кого ты любишь и вот этой подпитки не стало в глубине души он понимает что ему по силам встать в один ряд с великими он наедине с собой говорит я сделаю то же я добьюсь невозможного я знаю в чем моя сила никто не может знать этого лучше меня вот это может показаться самонадеянностью или высокомерием но Мартин когда произносит эти слова он уже становится настоящим художником который может отличить настоящее искусство от ремесленнической подделки от массовой литературы и поэтому он встает в ряд тех кто мог как блок например сказать сегодня о гении мы верим что это было сказано не из чистогана какого-то самомнения что это было сказано на каких-то вершинах постижения того что с ним произошло в момент творчества что он соприкоснулся в своем произведении с очень высоким искусством высшей пробы которая не измеряется конечно заработками Мартин ощутил что он нашел свой стиль он нашел свои темы и никто лучше него в этом смысле не напишет и он в итоге побеждает себя он побеждает свою судьбу судьбу которая была предначертана самим его рождением в очень бедной грунтой и необразованной среде его мечта становится реальностью когда он пишет он полностью отдается своему труду и это этот труд дает ему настоящие творческие порывы и счастье и на него обрушивается слава слава обрушивается как лавина посыпались гонорары авансы издатели пытались перехватить его новые произведения издавали старые предлагали ему самому назначать условия по оплате этих изданий этих его произведений которые будут в дальнейшем напечатаны Джек Лондон не очень сильно мотивирует почему так резко все произошло почему так резко все изменилось поскольку сам Мартин Иден не ощущал что он стал писать лучше может быть может быть сказать количество перешло в качество может быть появились истинные ценители среди читателей которые стали наконец-то покупать его книги и это заметили читатели может быть появились критики которые стали ценить и вот в романе эта мотивация она подробно не дана по-видимому Лондону было важно показать что эта слава именно была очень внезапной и он стал проходить испытания вот этими медными трубами славы приглашения сыпались со всех сторон мы видим потрясающие изменения в его жизни все искали случая познакомиться с Мартином только для того чтобы пригласить его к обеду он стал популярной такой фигурой фигурой публичной он вспоминал то время когда он едва не умирал с голоду и никто не приглашал его обедать а тогда ему так пригодилось бы такое приглашение ведь он с каждым днем худел бледнел терял последние силы от голода почему в том не было ни справедливости ни его заслуги он остался тем же Мартином Мидденом все его произведения было написано давным-давно в те голодные дни когда родители Руфи называли его лентяем и бездельником и через Руфь предлагали ему поступить клерком в контору а ведь они и тогда знали о его работе Руфь показывала ему каждую рукопись которую он давал ей читать и они сами читали эти рукописи а теперь благодаря тем же самым произведениям его имя попало в газеты и благодаря тому что его имя попало в газеты он стал для них желанным гостем газеты подсчитывали гонорары Мартина каким-то образом щедрые условия предложенные ему некоторыми журналами сделали с достоянием гласности оклинские проповедники взывали к его милосердию а разные мелкие вымогатели осаждали его устными и писемными просьбами но хуже всего были женщины фотографии Мартина Идена расходились по всей стране а репортеры старались поярче расписать его бронзовое лицо могучие плечи ясный спокойный взгляд впалые щеки аскета вот она слава публичной личности слава которая которая как это ясно абсолютно Мартину отдает фальшию сиюминутностью модой таким инстинктом толпы цена которым которым грош и он впадает в уныние больше всего тяжело для него переживать в этот момент возвращения к нему Руфи Руфь порвала с ним до этого она посчитала его недостойным быть ее мужем и вот она приходит к нему сама с признанием в любви и объявляет о своем решении выйти за него замуж и согласие семьи на это и вот как раз в этот момент во время этого свидания отчетливо понимает Мартин что идеальный образ Руфи уже разбит в его сердце он спрашивает ее отчего вы раньше на это не решились когда я жил в коморке когда я голодал ведь тогда я был тем же самым Мартина Мидден и как человек и как писатель этот вопрос я очень часто задаю себе последнее время и не только по отношению к вам но и по отношению ко всем вы видите я не переменился хотя мое внезапное возвышение заставляет подчас меня самого сомневаться в этом но я тот же у меня та же голова плечи те же десять пальцев на руках и ногах никакими новыми талантами или добродетелями я не могу похвалиться мой мозг остался таким же как был у меня даже не появилось никаких новых литературных или философских взглядов ценность моей личности не увеличилась с тех пор как я жил безвестным и одиноким так почему же теперь я вдруг стал всюду желанным гостем несомненно что нужен людям не я сам по себе потому что я тот же Мартина Мидден которого они прежде знать не хотели значит они ценят во мне нечто другое что вовсе не относится к моим личным качествам что не имеют со мной ничего общего сказать вам что во мне ценится а то что я получил всеобщее признание но ведь это признание вне меня оно существует в чужих умах кроме того меня уважают за деньги которые у меня которые у меня теперь есть но и деньги тоже вне меня они лежат в банках так что же вам я тоже стал нужен из-за этого из-за славы и денег перед нами драма человека который понимает вот этот закон отчуждения который существует в обществе в разном в обществе нового времени несомненно деньги их власть настолько велики что ценится не человек сам по себе а просто носитель капитала успеха положения это страшная истина для Мартина конечно была предполагаема но он открывает ее воочию именно сейчас на своем опыте пока не испытаешь не поймешь как следует и вот это его положение это его понимание это и есть та реальность которую он открывает для себя и которая скрыта за внешним успехом когда мы говорим о теме мечта и реальность то мы должны говорить не просто о реальности успеха а о реальности той цены успеха которую Мартин для себя в этот момент открыл он достиг мечты его цель выполнена мечта воплощена он должен радоваться но он не чувствует себя счастливым определенно нет более того он внутренне опустошен опустошен как угодно можно назвать это состояние хорошее слово опустошение опустошенность можно это назвать унынием чувство пустоты но в сочинениях лучше не употреблять слово депрессия поскольку оно носит слишком такой медицинский психотерапевтический оттенок а мы анализируем художественное произведение почему он опустошен потому что в жизнь вошло разочарование прежде всего он тянувшийся к культуре и к нравственности того слоя которому хотел принадлежать разочарован и в этом слое и в той женщине любовь которая подталкивала его к свершениям и он разочарован в том что литературой и творчеством правят законы рынка и никому нет дела до талантливых произведений пока толпа поддавшись моде не станет их раскупать вот тогда они интересны издателям всем правит рынок роман Мартин Иден становится разоблачением буржуазной морали буржуазных ценностей которые несовместимы с миром по-настоящему чистой души ищущей буржуазной среде образцы культуры и благородства и Мартин сначала дорастает до этой среды а потом он ее перерастает в нравственном смысле он перерастает в свою возлюбленную и находясь в глубоком кризисе он заканчивает жизнь самоубийством но многие критики считали что это слишком натянутый конец что он слишком волевой и сильный человек чтобы так закончить свою жизнь что он вполне мог бы перетерпеть перетерпеть пережить этот кризис ведь переживал же он очень и очень много тягот почему так заканчивается роман можно предполагать разные варианты но я думаю что Джеку Лондону трудно было бы нарисовать какой-то другой конец для такого героя воплощавшего для него конечно лучшее качество другой конец это возможно превращение Мартина в такого писателя ремесленника цинника человека который вписался в рынок и потерял способность создавать действительно великолепные произведения то есть человека который принял правила игры этого общества до конца и смирился с ними с другой стороны другой вариант мог бы быть это Мартин отшельник Мартин который покинул этот мир буржуазный да и как эскаписты да и покинул цивилизацию и уехал куда-нибудь на острова собственно он такой прогноз себе строил Мартин он купил билет на Таити и это тоже очень печальная судьба человека живущего такой может быть не очень практически неактивной жизнью Лондону по-видимому захотелось нанести удар буржуазным ценностям показав что лучшие люди не могут их принять и вот таким образом они как бы протестуют бунтуют истощаясь внутренне и разочаровываясь в этих идеалах воплощает эту идею самоубийством Мартин в свою жизнь с огромной энергией с такой же энергией с какой он шел к успеху у него сильный организм у него сильная жажда жизни в этом организме и он выходит в океан через иллюминатор теплохода и огромным усилием воли перехитрив жажду жизни своей погружается вглубь океана специально заполняя легкие водой то есть заставляя себя умереть хотя у него есть много сил плыть вторая попытка завершается тем что он уходит в бездну глубокую бездну очень темную бездну такой символический образ бездны это бездна безысходности неверия ни во что глубокой разочарованности в этом мире в котором он жил и усталости от этого мира перед смертью он читает строки Суинберна того поэта с которым познакомила его Руфь эти строчки очень печальные знаете есть тут снова перекличка с романом Булгакова «Мастер Маргарита» где глава одна из последних глав начинается строками о том что покидать эти болотца и речки очень легко уставшей душе это знает уставший как легко покидать их Мартин тоже очень устал и от этой борьбы и от постоянного стремления к тому что оказалось в результате в реальности иллюзий иллюзия которая его разочаровала очень устав от вечных упований устав от радостных перов не зная страхов и желаний благословляем мы богов за то что сердце в человеке не вечно будет трепетать за то что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь и он влился сам всем своим существом и телесно и эмоционально в эту морскую гладь океана такой печальный конец есть и еще один аспект искусства и ремесло да еще один одна такая тема и этот аспект что есть искусство что есть ремесло в мире художников что есть литература как живут литераторы как устроен редакторско-издательский мир весь этот аспект в романе достаточно подробно изображен мы две темы постараемся сейчас раскрыть первая тема когда искусство превращается в ремесло и вторая почему настоящее искусство не нужно толпе то есть почему толпа реагирует с увлечением все-таки на массовую культуру а не настоящее искусство вот здесь эта тема художник и искусство настоящее художник и ремесленничество она раскрывается через оппозицию двух образов мы не говорили ничего о присынде единственном глубоком интеллектуальном друге тоже писателе Мартина Идена очень близком ему человеке и Мартин ведя с ним беседы интеллектуальные как бы противопоставляет поначалу свою позицию по отношению к искусству и к задачам художника позиции Брисендена вот давайте мы прочитаем выдержки из высказывания Брисендена об этом и за этими высказываниями угадаем эту концепцию поймем эту концепцию Брисенден говорит поэзии в Америке прожить нельзя рифмоплёдство другое дело вот поэзия и рифмоплёдство как можно проинтерпретировать здесь эти понятия поэзия это что такое давайте сейчас к чату уже поближе к чату к мониторам сейчас мы начинаем работать с текстами лекция закончилась мне нужно ваше участие друзья итак в этой позиции поэзия и рифмоплёдство с чем мы имеем дело если обращаться к нашей теме отлично поэзия это искусство но тогда рифмоплёдство это что такое в нашей оппозиции рифмоплёдство это ну можно сказать баловство конечно но все таки и другое слово давайте будем использовать это ремесло плести шнурки плести ремни да плести словеса или рифмы это дело искусственного мастера ремесленника который поставил себе задачу заработать абсолютно верно заработать итак Брисонт отличает есть высокая поэзия и ей прожить нельзя то есть заработать ей нельзя а вот рифмоплёдством да ремесло вполне можно Присонт считает что заниматься искусством следует ради самого искусства не ориентируясь ни на вкусы толпы ни на конъюнктуру рынка и не ставив во главу угла вообще заработок любите красоту ради самой красоты говорит он Идену а Мартин Иден действительно в какой-то степени в большой степени он поклонник красоты и поклонник истинного искусства нужно служить только красоте служить ей и к черту толпу еще одно высказывание Брисонтена я чрезвычайно горжусь этой поэмой поэмой которую он написал это последнее его произведение перед смертью я преклоняюсь перед ней так неужели я буду отдавать ее на поругание свиньям кого он называет свиньями скажите пожалуйста похоже на метать бисер перед свиньями кто для него здесь свиньи получаются великую поэму настоящее искусство отдавать на поругание свиньям невежда коими являются кто невеждами в его понимании толпа несомненно то есть ценители массовой развлекательной литературы то есть большинство читателей и поэтому Брисонтен не хочет публиковать свою поэму чтобы не огорчаться в последние может быть месяцы своей жизни дурацкими отзывами критиков какими-то нелепыми обсуждениями среди читателей которые не способны просто понять это произведение вот Мартин не согласен но подумайте об остальном мире ведь цель красоты радовать и усложнять и услаждать все-таки как можно писать в стол как можно писать без читателя Мартин думает о читателе ему хочется вот этой обратной связи ему хочется писать для кого-то чтобы его искусство кого-то хоть кого-то возвышало и Мартин не может согласиться с такой позицией но здесь начинается его драма что не принимая позицию Бриссендена он никак не может сформулировать свою позицию сейчас мы будем читать текст прямо кусочек сочинения где как раз позицию Мартина будем демонстрировать и заодно давайте потренируемся я прежде всего учеников приглашаю к этому тренингу сейчас давайте попробуем припоминать устойчивые обороты речи которые относятся к литературоведческому стилю попробуем это сочинение дополнить на месте вставок нужными словами и так я читаю медленно а вы в чате старайтесь писать друг за другом драма начинается тогда когда Мартин осознав себе художника решает сделать искусство своей профессией то есть средством чего мы должны сказать средством чего отлично лучше с планы не средством заработать а средством заработка нажива звучит грубо потому что наживаются очень часто нечестно нечестным способом Мартин же труженик истинный он человек чести он никогда не будет наживаться например на плагиате каком-то или на подделках он выкладывается в своем творчестве средством заработка средством еще чего можно назвать средством тоже устойчивое выражение средство чего существование отлично средством существования чего не делает Брисанд молодой писатель любит красоту пытается ей служить давайте попробуем попробуем наречия найти нужное как служить и сделаем это тоже найдите такой не банальные какие-то примеры литературные какие-то примеры ярких таких определений в виде наречий эпитетов пытается ей изящно служить искренне служить так еще как верно служить отлично честно служить преданно служить преданно еще лучше отчаянно все-таки отчаянно есть негативный такой вариант всецело служить самоотверженно преданно отличные варианты это пожалуй даже лучше из того что здесь предлагалось ну и предыдущие тоже неплохи но ведь творчество невозможно без кого здесь мы должны творчество невозможно без кого а значит и покупателя так здесь мы должны вставить обозначение людей все-таки да потому что они сравниваются с покупателями так без читателя без ценителей так хорошо потребитель слово немножечко режет слух потому что оно отдает уже ну более низкими продуктами да не продуктами культуры без читателя без читателя лучше да без читателя без любителя творчества или без ценителя творчества а значит и покупателя и вот здесь соединяется что соединяется читатель то есть существо которое настроено на культурный диалог и соединяется покупатель который настроен на диалог торговый да то есть на рыночные отношения и все это возникает в одном лице вот в этом и есть дилемма с которой сталкивается Мартин он пытается служить искусству служить преданно красоте да искусству всецело отдает себя он на самом деле работает над собой и становится превосходным писателем но он не может писать для себя он читает это неправильно а читатель появится только на рынке то есть книгу должны продать в то время не было интернета и нельзя было выкладывать свои произведения бесплатно его писательство начинается с творческого та 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 чего с творческого чего мы должны существительное поставить с творческого порыва отлично нет не кризиса все-таки его писательство начинается с творческого Он не сразу в кризис впал. Он начал с того, что он все-таки был очень воодушевлен. Продолжается оно поиском тех сюжетных ходов и литературных приемов, которые понравятся редакторам. Он изучает это. Это очень интересные такие моменты, где он изучает рынок издательский. Что в тренде, что в цене. Слова тренд тогда не существовало, но по сути дела шло об этом. И его творческий порыв сталкивается еще с продумыванием «А что может быть куплено?» И завершается мелочными подсчетами или еще давайте еще варианты мелочными подсчетами. Хороший вариант у Любови, конечно, очень хороший. Может еще кто-то что-то добавит. Мелочными расчетами тоже подойдет. Доходов. Борьбой с издателями, интригами мелких критиков. Оплевыванием его произведений самодовольными толстосумами. Какими-нибудь людьми, которые задают тон в художественных вкусах толпы. И Мартин не может выйти из этого круга. Заколдованного круга, еще замкнутого круга. Отлично. Вот это и есть устойчивые обороты. Так. Порочного круга. Отлично. Отлично. Но я смотрю, учителя не хотят уступить детям все-таки. Адского круга. Адского круга. Хорошая такая. Хороший такой эпитет, да? Яркий. Можно даже в кавычках его взять. «Привело его к гибели еще и то, что он так и не нашел своего настоящего читателя. Его произведения вошли в... во что?» В моду. Отлично. Он получил что? Известность. Известность какую? И барыши какие? Ага. Чешутся руки, конечно. Он получил широкую известность. А вот барыши широкими уже назвать нельзя. То есть мы должны общий какой-то эпитет взять, чтобы к двум существителям относился. Хорошую известность и барыши – это слишком, слишком простенько, Руслан. Большую известность и большие барыши – а ну-ка еще над образной речью работаем. Огромную известность, да? Так, у кого руки еще чесались? Давайте. Обширную известность. Хорошо. Немножко хочется еще таких образной речи. Желанную известность и желанные барыши, да? А если я первый корень назову «басно», «басно», продолжите. Особенно, ребята. «Баснословную известность и баснословные барыши». Вот это устойчивое такое, особенно к барышам устойчивое эпитет. Можно бы его запомнить. Но постиг ли кто-то глубоко его творчество? Ответ на этот вопрос автор оставляет за скобками. Думается, если бы Мартину… Так, здесь нужен глагол какой-то. Если бы Мартину удалось выйти… Удалось выйти, да? Удалось выйти. Еще варианты есть? Посчастливилось выйти. Отлично. Из состояния тупика он или превратился бы в писателя-ремесленника и циника, либо этот продажный мир фальши и лицемерия что сделал бы? Бросил этот мир, да? Бросил, как мячик. Отверг. Забыл. Еще. Думайте. Покинул, да? Не откинул, а лучше именно покинул. Покинул. Оставил. Проклял. Отлично. Вот победить ему все-таки его не удалось бы. Я думаю, что это иллюзия. Все-таки он, конечно, человек сильный, но… не против всего мира. Сломить тенденции мировые ему и человеку вообще не по силам, наверное. Вот. Да. Покинул этот мир, оставил его и проклял. Можно тут даже несколько глаголов ставить, да? Однородных глаголов. Итак, драма Мартина как художника заключается в том, что он хотел служить искусству, но, живя в условиях рынка, он не мог не ориентироваться на определенную конъюнктуру этого рынка. И он ходил по острию ножа. Он ходил от одного полюса к другому, пытаясь лавировать. И, скорее всего, это участь огромнейшего большинства писателей, и современных наших писателей, и российских писателей, которые хотят, как и Мартин, писательство сделать своим профессиональным делом. Профессиональным делом. Профессиональным, то есть жить на заработке с этого писательства. А вот теперь еще одна тема. Великодушие и доброта. Великодушие и доброта. Я эти слова взяла из разных направлений тем, потому что именно эти понятия относятся к данному роману. И другое – это качество Мартина. Великодушие и доброта. Темы предлагают такие, соотносящиеся с романом. Согласны ли вы с высказыванием Шамфора о том, что великодушие – это не что иное, как сострадание благородного сердца? Как проявляется доброта человеческого сердца? Как вы относитесь к высказыванию? Истинная доброта не требует благодарности. Истинная доброта не требует благодарности. Я хочу задать вопрос к тем, кто читал роман и кто помнит его концовку. Скажите, пожалуйста, как проявилась доброта Мартина? В чем она проявилась, доброта Мартина? Перед его уходом из жизни. Повспоминайте. Получать деньги неплохо, но надо понимать, что как только ты становишься профессионалом и начинаешь чем-то зарабатывать на жизнь, определенная чистота, бескорыстность, высота миссии, она начинает утрачиваться. Все это напрямую касается и нашего учительского труда, тоже несомненно. Это просто закон. Его надо принять и как-то для себя в этой оппозиции жить, находить какие-то возможности, лавировать. Но это очень тяжело. Потому что деньги – это средство отчуждения между людьми, между читателями-писателем, между учителями-учеником. Когда мы воспитываем наших детей, мы испытываем совершенно другую степень причастности к ним, чем когда мы учим за деньги. Но это давность просто, с этим надо жить. Вот, не помните текст, да? Давайте тогда я пролистаю и мы почитаем. Итак, разочаровавшись в мире буржуазном, Мартин по-новому оценивает ту среду, из которой он вышел. Более человечными, благородными, нравственными выступают в романе «Представители народа». Именно в их среде Лондон находит лучшие человеческие качества. И вместе с автором, конечно, сам Мартин. Это бескорыстие, истинную любовь, верную дружбу, отсутствующую у представителей буржуазии. С большой теплотой нарисован образ матери многочисленного семейства Марии, которая, несмотря на собственную большую нужду, помогает Идену в самые голодные для него дни. Вызывают симпатию бывшие товарищи Идена по прачечной Джо и Джимми. На голову возвышается над всяческими морзами и им подобными девушка из народа Лиззи Коннолли. Она говорит, я жизнь свою готова отдать за вас, Мартину. И Лиззи с негодованием отказывается от денег, предложенных ей Иденом. Она не разменит свою любовь на доллары. Образ этой чистой девушки противостоит образу Руфи, которая бросает бедствующего Мартина и пытается вернуться к нему, когда он становится богатый, чистый. Тут надо написать, честной девушке противостоит Руфи. Лондон подчеркивает, что все эти люди любят, ценят и уважают Идена без всякой корысти, независимо от его славы и богатства. В то время как Морзов и другие вдохновляют лишь те 100 тысяч долларов, которые лежат у него в банке, и его слава писателя. И вот когда Мартин понимает, кто фальшив, а кто искренен, кому дорог он лично, а кому дороги его внешние атрибуты какие-то, то он проявляет истинную доброту по отношению к этим людям. Для Марии он покупает дом, просто отдарит ей. Для Джо – прачечную. Но Джо в это время уже совершенно разорился и стал бродяжничать. Он отдает деньги в семью своей сестры Гертруды, чтобы она не выполняла черную работу. Сам, будучи ранее привязанным к деньгам, теперь он готов легко расставаться с ними, отдавая тем, кто не проявлял к нему фальши. Это напоминает оптимистично-сказочный такой хэппи-энд, если бы не одно «но». Мартин это делает напоследок перед своим уходом из жизни. Возвратиться в мир этих людей он уже никогда не сможет. Между ними образовались очень серьезные культурные различия. И жить, удовлетворяясь теми смыслами, которые устраивают их, он не в силах. Герой оказался в состоянии социального одиночества. Нет той среды, где он был бы своим. Он оторвался от своих, но он не может присоединиться и к буржуазному кругу, потому что этот круг ему претит уже. Он в нем глубоко разочаровался. И художническо-писательско-издательский круг тоже кажется ему избыточно фальшивым и не вызывает в нем большого интереса. Он одинокий герой. Вот это надо очень хорошо понять. Он одинокий из самого начала романа и сейчас. Несмотря на то, что он так расположен к своим старым добрым приятелям. А вот в чем проявляется великодушие Мартина Идена по отношению к буржуазному обществу и к семье Морзов? Я хочу задать вопрос вам. Что такое великодушие? Великодушие противостоит жажде мести. Великодушие – это прощение обидчиков. Это не культивирование в себе негативной реакции на обиду, а способность заменить ее искренним и сердцем идущим, то есть великодушным, из великой души идущим прощением. И он разочаровался, ему было больно в том, как обошлись лично с ним, не с писателем, даже Мартина Иденом, а с человеком, в том кругу, которым он искренне был расположен. В чем проявилось его великодушие? Попробуйте ответить. Нет ответов, да? Ну, видимо, текст призабылся, может быть. Ну, хорошо. Ответ, в общем-то, простой. Он на поверхности. Мне кажется, что в глубине души вы такой ответ внутри себя продумываете. Он удалился из этого круга. Он не стал никого обвинять. Он не стал мстить. Он не стал язвить. Причем он мог делать это публично, потому что он был публичный человек. Над теми, кто не признавал его талантность тогда, а сейчас требуют, например, издатели. Публикации за любые деньги его произведений старых. Он не стал язвить по поводу их отсутствия у них чутья к художественным. Нет, он настолько был опустошен, он настолько устал от всего этого, что он оставил их в покое. Иногда хочется, чтобы то место, где мы получили очень много негатива, оно осталось где-то в стороне, и мы бы с ним просто не соприкасались. Вот так он поступает. И он берет билет на теплоход, и он собирается ехать на остров, он собирается совершить это бегство от цивилизации. Эскайп-бегство. Но внезапно, путешествуя долго в каком-то полусне, он все время спит, у него нет сил жить, у него нет аппетита, он явно с подорванной такой нервной системой находится. Он внезапно решает, решает, что лучший путь – это уйти не на острова, уйти вообще из мира этой земли и заканчивать жизнь самоубийством. Вот на этом мы сейчас заканчиваем. Развернулось тут целое обсуждение, и я, конечно, со всеми согласна. Мы живем в мире, мы все учителя тут собрались, да, и ученики. Мы живем в мире, где нет никаких доходов побочных, в основном у людей, кроме заработка. То есть мы обязаны работать, да, и наша профессия дает нам возможность жить. Поэтому, как правило, мы находимся в состоянии вот этого балансирования, то, что и предстояло делать Мартину. Хотя, разбогатев, он мог, конечно, уже и не печатать часть своих произведений, естественно. Ну, а мы такого позволить не можем. Мы вынуждены балансировать между любовью к своей профессии, опасностью эмоционально выгореть в этой профессии, да, знать чувства меры, сколько нам работать, чтобы оставаться все-таки человеком творческим и умеющим контактировать с детьми, а не просто с оценками, да, и с учениками. Все это наши проблемы, которые разрешаются, разрешаются только каждой конкретной личностью. То есть, внутри каждой конкретной личности. Тут единых рецептов никаких быть не может. Есть ли какие-то у вас вопросы по существу нашей темы? И если нет, то давайте прощаться тогда будем. Спасибо всем за работу. Сегодня вебинар был в основном такой лекционный. Ну, зато мы очень много успели вспомнить по этому произведению. Спасибо, Надежда, большое. Ну, что поделать? Вот так получается, что все мои вебинары сейчас в основном платные. Хотя есть у меня в мечтах провести еще один бесплатный вебинар для учителей. Но об этом позже. Надо мне сначала закончить вебинар по подготовке к ЕГЭ по литературе. Спасибо вам огромное всем. Я очень рада встрече с людьми, от которых все время идет тепло. Давно не было таких встреч. Спасибо вам. Ну, а ребятам огромных успехов на экзамене. До свидания. Почему выбираются произведения, где есть смерть? Ну, я не знаю. Я выбрала одно. Какие еще другие произведения, где есть смерть, выбираются? Я не знаю. Любили наши, видимо, писатели изображать смерть? А что выбрали, Валентина, про смерть? Доктор Живаго выбрали, да? Что еще там выбирали? Отцы и дети, наверное. Ну, жизнь, смерть. Вот у нас все-таки литература такая на двух полюсах существует. Философские проблемы звучат. Драматизму к определенному тянется эта литература. Такая у нас классика. А жизнь смертью не заканчивается, я думаю, Анна. Жизнь души нашей, наверное, все-таки за пределами существует. Очень рада тоже, Анна, встрече с вами. Спасибо вам за участие. Субтитры создавал DimaTorzok